Доброго дня, друзья и коллеги! Усаживайтесь поудобнее. Меня зовут Ильнар Хамедуллин. Я основатель самого чанного глэмпинга в Татарстане, в России, а может и в мире. И первого круглогодичного глэмпинга в Татарстане, Урман Кэм, который находится в Зеленодольском районе, в 50 километрах от Казани. Но прежде чем рассказать о его появлении, хотелось бы рассказать свою историю. Как же я к этому пришел? Ведь любой бизнес рождается из боли. Я часто выезжал с семьей на природу, ездил по интересным локациям и смотрел красивые места. Например, мы побывали в Чувашии, где смотрели Мокринский мост, который сделал французский архитектор. Ездили в Камское устье, гуляли по штольням. Мы одни из первых поехали в Лаишево «Семь рук», где снимался фильм «Зелиха открывает глаза». И поездив по таким местам, было, если честно, негде остановиться. Вот едешь ты там в Лаишево, там нету прикольных мест, где можно остается, либо еще куда-то. И у нас вот это не развито. И хотелось создать место, куда бы хотелось приезжать, быть на природе, но в то же время отдыхать с комфортом. Итак, в 2018 году я был на Молодежном туристическом форуме с нашим проектом «Ван Доллар Трипс», где в Телеграм-канале 50 тысяч подписчиков, ВКонтакте 120 тысяч, ну и общая аудитория больше 200 тысяч, где мы рассказывали, как путешествовать выгодно, как поехать в какую-либо страну и посетить интересные места, чтобы люди начали путешествовать и открывать мир, потому что он большой и красивый. Я, например, путешествовал много где, плавал на круизном лайнере за 129 евро по Европе со своей семьей, летал туром в Болгарию за 5 тысяч рублей. Ну и много-много было интересных трипов. Мы как-то с друзьями, 12 человек объездили всю Грузию, за 10 дней проехали 1800 километров и облазили всё, что там можно. С этим проектом я был на туристическом форуме 2000, ну пару лет назад, где Кира Жанна, президент ассоциации глэмпингов, рассказывала про глэмпинг, про непонятное слово, что такое глэмпинг вообще, с чем его едят. Я говорю, что это такое? Вот это, говорит, палатка повышенной комфортности, там, со всеми удобствами. Я говорю, хорошо, а сколько она стоит? Она говорит, ну там 200-300 тысяч, я думаю, бред какой-то. Я говорю, а сколько аренды их стоит? Аренда, говорит, ну по России там от 3 до 15 тысяч. Я думаю, какой бред, палатка, которая стоит там 300 тысяч, когда в Декатлоне стоит 3000 рублей. Аренда стоит там безумных денег в то время, когда проживание в мировых сетях, отелях, там типа Хилтон, Мариотт, стоит, ну в среднем 100 баксов, да, или 100 евро. А тут какая-то палатка. Ну что вы думаете? Ну, забыл, забил на это все. И тут наступил март 2020 года. Все мы начали сидеть дома и путешествовать стало некуда. И по стечению обстоятельств у моего партнера по проекту выгодных туров, отец покупает участок в Зеленодольском районе, 16 гектар, под строительство рыбной фермы. Куда мы приезжаем, снять квадрокоптера, посмотреть место. И приходит идея, а давайте развивать экотуризм, так как ферма, экотуризм, все это объединено. Вообще глэмпинг даже, можно сказать, начался с Англии, где при 2500 ферм и в каждом есть как раз-таки глэмпинг. И тут я вспоминаю тот форум, вспоминаю Жанну, глэмпинг, я говорю, ребята, давайте делаем глэмпинг здесь. Нахожу те брошюрки, каталоги, которые остались в форуме, смотрю, думаю, так, интересно, здесь можно расположить с видом на озеро. Я нахожу контакт Жанны, звоню Жанны, говорю, давай строить глэмпинг. Мы заказываем концепцию, разработку лагеря со всеми бизнес-моделями, бизнес-планом. Вообще, все под ключ. И приезжает Жанна с инженером, смотрит на участок, ходит, и по выражению их лица я понимаю, что что-то не так. Я говорю, что такое? Она говорит, ну так, участок там на троечку, я думаю, ну вот все, приехали, тут решили глэмпинг строить, хотим развивать экотуризм, а тут участок, ну так себе. И я понимаю, что все классные глэмпинги находятся в крутых локациях, например, там на Камчатке, в Карелии, на Алтае, да даже в Крыму на берегу моря стоят палатки, ты выходишь и купаешься. А у нас в Татарстане поля, леса и небольшие овраги, даже город как таковых больших нет. Приезжает собственник участка и рассказывает, какое это сильное место, что здесь проходит каскад родников, что они планировали делать здесь дравницу, что в этой деревне жили купцы. Там, когда проезжаете к нам через Большой Кульбаш, можно увидеть старые древние ворота 1900, не знаю, каких-то годов, где жили купцы. И по легенде, когда пришли раскулачивать, они все свое богатство скинули в колодец и просто пропали. Вот, и место начинает обретать смысл. Жанна говорит, ладно, ребят, езжайте домой, приезжайте завтра, звонит, говорит, все, приезжайте, я все придумал, все будет круто. Мы-то хотели расположить палатки там с видом на озеро, просто в поле вот так расставить. Приезжаем, она нас ведет куда-то там в овраг, через какие-то заросли, подходим к оврагу, прям к обрыву, а там внизу родник протекает. Она говорит, вот, ребят, здесь будет палатка, терраса палатки выходить. Ты выходишь на террасу, там облокачиваешься, а у тебя внизу родник, шумит вода. Мы же любим отдыхать и слушать это ушами. Мы такие, ладно, хорошо, показывай, здесь будет баня, здесь общая зона, а здесь, говорит, вы поставите джакузи. И мы такие, ладно, хорошо, все, мы заказали палатки, заказали разработку лагеря, начали строить. И тут я понимаю, что джакузи вообще какая-то не татарская история. Мы думаем, как греть воду, наполнять ее, так как это, ну, большой объем воды и джакузи по ощущениям было ненадежным. То есть на улице пластик там может, ну, зимой замерзнуть, что-то покоробится, заполнится листовой березовой, ну, вообще вот этим мусором. И я вспоминаю поездку в баню, где мы купались в чане, который был наполнен пихтовыми вениками. И вспомнив эти ощущения, мы решили заказать и поставить к себе в каждую террасу установить этот сибирский банный чан. Ты сидишь в горячей воде, как в термальных источниках. У тебя плавают пихтовые веники, которые выделяют полезные эфирные масла. Внизу протекает родник, наверху светит луна, и ты сидишь там со своей любимой, смотришь на звезды и отдыхаешь. И мы решили это создавать в каждой месте, в каждой детали наполнять всякими смыслами. Так пошла стройка. Мы запустились летом. И во время стройки, так как у меня был опыт других проектов, у меня было много знакомых, бизнесменов, которые, предприниматели, которые помогали нам строить. То есть мы нашли строителей плотников, строили помосты, кто делал септики, дренажи и прочая всю система. У нас все шло-шло хорошо. Но тут наступает время сдачи. Мы хотели открыться в августе, а у нас в это время все перекопано. Я уже все выгорел эмоционально. Сижу там без сил, записываю сторис. Кстати, стройку глэмпинга можно посмотреть у меня в инстаграме или на артревел. И я все показывал по деталям, что у нас происходило, как шла стройка. И тут я сижу на террасе, обессиленный, записываю сторис, что, ребят, как восстановиться, потому что у нас строим, строим, строим. Сил нет, много вещей не получается, что-то не сходится. И меня начали поддерживать подписчики, друзья, знакомые, за что я прям сильно благодарен. Писали теплые слова и поддерживали меня. Тем самым мы продолжили стройку и запустились 13 августа, когда мы подключились к электросетям. Где были у нас первые гости, тоже там интересно. У нас нет дороги, идет ливень. Мы встречаем гостей в деревне, выдаем галоши. Они там идут, чпокают по грязи, заходят в палатку. А там душ, туалет, отельные кровати с белоснежным постельным бельем, полотенцами, халатами. Мы сделали там мини-кухню, наполнили дизайнерскими элементами в стиле бога, потом скандинавский стиль и прочее применили. Дизайнеры нам помогали в этом. Заходят и не верят своим глазам. И вот эти как раз-таки взгляды и теплая обратная связь от гостей начала меня наполнять и давала сил двигаться дальше. Таким образом мы построили за лето 9 сафари-тентов юг с душем, с туалетом, с банными чанами. В одну палатку мы встроили фурака. Это японская кедровая баня, которая тоже купель. Ты купаешься в горячей воде и печься дровяная топится, подогревая воду. Мы сделали общую зону пати-тент, где проходят летние мероприятия. Это можно провести корпоратив, дни рождения, свадьбы, которые мы планируем сделать этим летом. Там же у нас большая кухня, мангальная зона. И сделали еще кедровую баню с панорамным окном. Это тоже веселая история. Мы месяц искали производителя бани. Вроде баня там обычная, бочка, которая делает на каждом шагу. Но нам нужно было с панорамным окном. И все производители говорили, ну как так? Панорамное окно там не выдержит, там же жарко, там еще что-то. И эту баню везли вообще вроде с Ижевска. Приезжает баня, ну в качестве досок и стройматериалов. В общем, я смотрю, какие-то трубы. Я говорю, а что это? Это, говорит, сваи. У нас по договору были сваи. Я говорю, ну пойдемте. А где, говорит, ставить? Я говорю, вот там в овраге. Он говорит, как? Я говорю, ну вот так. У нас по проекту баня в овраге стоит. И сборщик вообще в шоке. Там такие трубы. Я понимаю, что как бы мы тут на этих трубах баню не соберем. Опять даванию друзьям. Мы закручиваем сваи. Собираем эту кедровую баню с панорамным окном. С видом на овраг, на ротник, на закат. В общем, получилось очень круто. И как раз таки на террасе этой бани я обычно восстанавливался после тяжелого дня в глэмпинге, после каких-то поломок, после всех гостей. Шел, парился, выходил на террасу и просто минут 20 сидел и отдыхал, чтобы наполниться силами, энергиями и двигаться дальше. Так мы проработали с глэмпингом до октября месяца, до первых морозов. В первые морозы у нас замерзла кофемашина, замерзли смесители. В общем, все начало замерзать и ломаться. И мы решили, все, пора закрывать лагерь, иначе мы тут все переломаем. Законсервировали лагерь. И я уехал в Питер отдыхать со своей семьей. У меня было желание съездить под Питером в Афрейм дома. Есть проект классный, Шанти Хом. И хотел я их посетить. Но, как оказалось, все дома заняты на месяцы вперед. И как это бывает, не попал, так скажем, в клуб, пришлось строить свой, открывать свой глэмпинг и также строить Афрейм дома. Мы долго разрабатывали проект, искали, чтобы дом был удобный, уютный. И все внутри наполнилось смыслами. Есть такая вещь, как насмотренность. И вот мой опыт путешествий давал как раз возможность реализовать все мои хотелки, желания и удобство, комфорт для гостей в этих домах. Таким образом, мы построили Афрейм дома за два месяца, хотя я хотел за месяц. Но все подписчики говорили, да как, я, говорит, там дачу строю три года, а вы, говорит, тут за месяц решили пять домов бахнуть. В общем, было тоже интересно. Но, тем не менее, мы за два месяца запустили. И в доме реализовали много как раз-таки вещей, которые, во-первых, придают инстаграмность. То есть, вот в ванной комнате мы поставили слэба карагача, это дерево ясень, да, каменные раковины из Кавказа. И вместо зеркала я попросил строителя врезать окно. И там тоже была интересная история. Я, в общем, говорю, давайте 50 на 80 сделаем окно. Приезжаю, а там проем 50 на 80, соответственно, рама, потом окно. И в итоге вот такое стекло. Я говорю, а что это? Ну, говорит, окно. Я говорю, мне окно надо, стекло, вот 50 на 80. В итоге мы выкинули эти окна, поставили просто стеклопакет. Для того, чтобы утром умываясь, человек смотрел не на зеркало, а наслаждался лесом, чтобы он не забывал, где он находится, и наполнялся опять-таки же этим местом. Потом мы пошли дальше. Я путешествую в разных странах, снимаю апартаменты, где у тебя есть кухня, но чтобы что-то приготовить, ты покупаешь продукты. Ну, это ясное дело, да, скажете вы. Но приходится покупать килограмм соли, который ты потом не знаешь, куда девать. Масло там пол-литровую или литровую бутылку, которую ты возишь потом в чемодане, лишь бы не разлилось и не испачкало всю твою одежду. И чтобы вот это убрать, прийти к осознанному потреблению, мы в каждом доме сделали масло, соль, перец, специи, кофе, чай, и чтобы всё-всё-всё было для комфортного отдыха гостей. Потом поступали обратные связи от гостей, что не хватает какой-то музыки. Мы заморочились и заказали виниловые проигрыватели, чтобы гость мог сидеть, наслаждаться отдыхом, слушать прекрасный винил, тёплую музыку. Потому что, смотря на камин, который тоже по желанию моих друзей и знакомых появился в наших домах, ты сидишь на кресле-качалке, ну вот как я сейчас, смотришь на горящий огонь, слушаешь виниловые проигрыватели. И всё это с видом на прекрасный лес берёзовый через панорамные окна. Так вот мы запустили 9 палаток, общую зону пати-тент, 5 афрейм домов. И ведь это не всё. У нас в планах ещё построить дом на дереве, дом над оврагом есть в проекте, кинотеатр под открытым воздухом, каворкинг, библиотека. У нас лежит на складе детская палатка Типи, которую тоже мы в ближайшее время поставим, как растает снег. Вот, я всё это рассказываю, и кажется, глэмпинг это такое гламурное, прекрасное место, очень, которое легко реализуемо, но это не так. Из-за паводка у нас размыло дорогу, и мы вынужденно закрыли лагерь, и к нам сейчас нельзя проехать. Мы очень ждём поддержку от правительства, где на встрече с Рустам Нургалиевичем нам обещали помочь дорогой. Вот, эта вода размыла такие траншеи глубиной в несколько метров, которые сейчас придётся восстанавливать и засыпать. Из-за затопа этого, потопа, у нас вода закончилась в лагере, и теперь нельзя, ну, гостям опять-таки здесь находиться. Каждый день у нас что-то ломается, там, дверные ручки. Зимой мы, как только запустились, у нас краны на чанах сливные замерзали и просто лопались там пополам, там, когда был мороз. Вот, фурака, что-то там происходило, там, и каждый день вот это всё ломается и происходит. И, наверное, единственное, что мне даёт силу и энергии двигаться дальше, это обратная связь гостей. Когда заселяешь и видишь обратную связь, там, в Инстаграме, в отзывах, либо просто гости, когда, заходя в дом или в палатку, смотрят такие, «Вау, ох, классно, здорово, что такое место появилось у нас». Даже были интересные случаи, блогер из какого-то соседнего города приезжает и говорит, «Я, говорит, ожидала увидеть такое где-нибудь в Швейцарии, в Альпах, когда ты уходишь, у тебя там внизу родник течёт, а тут у тебя там гриль, гамак, чан». Ну, никак, говорит, не в Татарстане. Кстати, к нам приезжали гости со всех городов Татарстана, там, с Альметьевской, с Челнов, с Нижнекамской, с Чистополя, с близлежащих городов, там, с Ижевской, с Перми, с Самары, с Тольятти. И даже на той неделе были из Москвы, чтобы посетить это место, потому что оно наполнено смыслом, моей энергией и моим видением, как раз-таки наполнено вот этими деталями, которые, за которыми приезжают гости. Так вот, подытожим. Как я рассказал, есть плюсы и минусы этого бизнеса. Он очень сложный в плане управления и обслуживания, так как мы находимся в удалении от города. Нам тяжело проехать, практически, ну, прачка не может проехать, мы белье возим сами там в город, воду там не доставляют. И вообще со всеми вот этими вещами с логистикой сложно. Персонал не выдерживает жить в лесу, увольняется. Уборщица не справляется с таким темпом и с чистотой. Тоже увольняется постоянно какая-то текучка. И это всё накладывает определённые такие сложности. Поэтому, если вы думаете открыть глэмпинг, я предлагаю хорошенько взвесить все за и против. И если всё-таки решили его строить, то делайте его классным местом, чтобы к нам в Татарстан приезжали со всей России и даже со всего мира. Всем спасибо и желаю успехов в этом деле. Пока!